Всем привет, друзья! Мы начинаем цикл уроков по экстерьерной визуализации в поддержку нашего нового интенсива с одноименным названием «Экстерьерная визуализация в 3ds Max и Corona Render». О интенсиве я расскажу более подробно в конце урока. А сейчас про то, что нас ждет сегодня. Значит, наш цикл уроков основан на ваших вопросах. Мы разберем самые частые и самые злободневные темы. И начнем с камня преткновения всех новичков – это настройка освещения. В Max есть 1001 способ настройки света, и это слегка или не слегка сбивает начинающих визуализаторов. Я хочу показать вам максимально простой, но эффективный пайплайн работы по настройке освещения с использованием LightMix. Также сегодня попутно мы разберем пару фишек нестандартного использования солнца Corona Sky. Итак, перед нами есть сцена, готовая к настройке освещения. Первое, что мы делаем – это создаем солнце. Здесь у меня создано уже одно солнце. Настройки задаем ему следующие. Интенсивность ставим 0,2, а размер ставим 0,5. Цвет света солнца переключаем на Direct Input и здесь выставляем абсолютно белый цвет. Ок. Следующим шагом в качестве окружения мы добавляем короновскую карту Corona Sky. Это делается, опять же, через солнце. Кликаем на кнопку Add Corona Sky Environment. Видим, как в слот окружения у нас добавилась соответствующая карта. Теперь эту карту необходимо обесцветить. Для этого мы зовем редактор материалов. Берем карту Corona Color Corrector. Из слота окружения достаем карту, которую только что подцепили на окружение. Так, вытягиваем ее методом Instance и пропускаем эту карту через Color Corrector. Переходим в ее настройки и сатурацию ставим не на минус единицу, а где-то на 0,8. То есть практически полностью обесцвечиваем. Тем самым мы обесцветили солнце, обесцветили небо и избавились от адаптивной среды короны. То есть картинка теперь у нас не будет желто-синяя непонятная. Теперь мы все будем контролировать сами. Следующее, что мы делаем, это создаем еще два солнца, которые располагаются на том же векторе направления солнца. Зажимаю Shift, копирую методом Copy и еще одно солнце, тоже методом Copy. Окей. Теперь второму солнцу я задаю размер больше в районе 7. И третьему солнцу я задаю максимальный размер. 64. Первое и второе солнцу нужно для того, чтобы формировать интересные глубокие тени. То есть у нас между собой будет перемешиваться острая тень и тень более размытая. А третье солнце можно назвать фейковым источником света. Оно будет подсвечивать наш фасад и то, что находится на переднем плане. Также иногда для этого солнца назначают объекты, которые оно должно подсвечивать, а объекты, которые не подсвечиваются, попадают в исключение. Но это мы сейчас рассматривать не будем. Итак, по сути, схема готова и теперь мы можем рендерить. Конечно, после вставки первого солнца необходимо найти правильное положение данного солнца, для того, чтобы у вас сформировалась красивая тень. Чтобы ее не было слишком много или слишком мало. В общем, расположение тени мы, естественно, ищем, когда вставили одно солнце. Потому что последующие два солнца должны будут лежать на одном и том же векторе. Следующее, что нам нужно сделать, это настроить LightMix для того, чтобы источники света, это два наших солнца и небо, попали на слои LightMix. Быстрее всего это сделать автоматически, перейдя в настройки рендера. Нажав на кнопку Setup LightMix и сгенерировав LightMix по умолчанию. То есть не меняя никаких галочек. Generate. Далее рендерим наше изображение. В зависимости от того, на какой стадии вы сейчас находитесь, то есть тестируете или создаете финальную картинку, вы рендерите либо прогрессивно, либо рендерите с помощью интерактивного рендера. Но я буду сейчас рендерить прогрессивно, потому что предполагается, что моя работа со сценой закончена. После того, как корона просчитает нужное количество пассов, и вы сочтете, что картинка готова, по нашей задумке вам необходимо зажать левой кнопкой мыши кнопку Save и выбрать сохранить как CXR файл. Тогда вы сможете открыть изображение со всеми LightMix слоями и настраивать его через специальную короновскую утилиту, которая устанавливается вместе с короной и называется MH Editor. Я не буду ждать просчета рендера, у меня здесь уже просчитана данная сцена, и сейчас я вам покажу результат. Я открыл CXR файл в короной MH Editor, и вот такую картину я вижу. Не надо пугаться. По умолчанию у нас включены здесь все LightMix элементы, которые мы назначили, то есть которые мы просчитывали. В моем случае у меня добавлен здесь еще ряд элементов. Это HDRI карты и это источники света. Но нас с вами будет интересовать короновское небо и три солнца. Sun1, Sun2 и Sun3. Это то, что мы с вами проделали. Чтобы их активировать, я жму кнопку «Отключить все». И для начала активирую только небо. И мы получаем серую нейтральную заготовку, с которой можем работать. Посмотрю на пост, чтобы здесь ничего не было изменено. Ну, по сути, здесь все по умолчанию, только экспозиция выкручена так, чтобы получался приемлемый результат. Итак, первая наша задача – сделать дневной экстерьер с солнцем, то есть классический, базовый, который используется в 99% случаев. Небо мы включили. Теперь давайте включим солнце номер один. Это солнце с острыми краями, как видите. И солнце номер два. Уже сейчас видно, как у нас размытая тень взаимодействует с острой тенью. Но острой тени слишком много, поэтому здесь значение я убираю. И перетягиванием ползунков я создаю вот такую неоднородную тень, где у нас встречаются и острые границы, и размытые границы. И такая тень смотрится гораздо лучше. Возможно, данный пример не совсем это характеризует, но, пользуясь этим способом, вы увидите, что ваши тени станут более глубокими и интересными. После настройки светотени мы можем добавить цвета, теплоты нашей картинки. Перейдем в солнце и добавим ему теплоты на свое усмотрение. Столько, сколько нам нужно. Окей. На второе солнце не забываем также добавить теплоты. Если хотим добавить холода, то можем сделать это через небо. То есть перейти в небо и добавить холодных оттенков. Тем самым мы по факту получаем ту же самую адаптивную среду короны, но мы можем более гибко настраивать, делать чуть холоднее, чуть теплее с помощью настроек Light Mix. Сейчас картинка все равно плоская, но это понятно. Впоследствии мы будем выгонять ее в Photoshop и там уже настраивать контраст и цветность. Хотя можно на постобработке попробовать это сделать. Вот давайте увеличим контраст и мы сразу увидим, как картинка заиграет совсем другими красками. Но пожалуй я ставлю контраст на трех, просто для того, чтобы вам было более наглядно, что происходит. Окей, настроили дневную схему освещения, сохраняем изображение. Выбираем Save. Выбираем нужный формат. Если больше не требуется никакой постобработки, можете выбирать JPEG. Если требуется, то выбирайте, ну скажем, BAMP, BMP или TIFF. Но сейчас мы говорим не про это. Следующая схема, которую нам надо рассмотреть, это пасмурное освещение. Но здесь нет ничего сложного. Возвращаемся в Light Mix. Сейчас для чистоты эксперимента я все сброшу на белое и на единицы. В пасмурном варианте мы отключаем солнце и небо. Делаем интенсивность... О, вернее, мы отключили солнце, небо мы оставляем. Делаем интенсивность неба чуть повыше. И цвет неба делаем холоднее. Окей. Получаем вот такой оверкаст. Чтобы добавить глубины, мы как раз можем подключить третье фейковое солнце. Только, конечно же, его надо сделать холодным. Интенсивность неба я сейчас сделаю чуть пониже, а интенсивность солнца чуть-чуть повыше. Тем самым мы получаем более выразительный фасад. То есть, таким образом можно создать абсолютно любую погоду. Давайте, скажем, создадим ночь. Ночь у нас имеет темный-темный синий цвет. И приблизительно такую освещенность я оставляю. Нужно держать в голове, что небо, конечно, мы будем заменять. И здесь нас интересует то, что, собственно, находится в сцене, а не цвет самого неба. Мы можем дополнительно все осветить нашим фейковым солнцем. Но также его температуру мы должны серьезно поменять. И, конечно, если мы говорим про ночь, то здесь необходимы искусственные источники света. Эта сцена не была предназначена для проработки искусственных источников света. Я просто поставил пару лампочек. Но, думаю, это внесет ясность. При настройке ночи вы всегда должны использовать свет из здания, из дома. И свет, конечно, который располагается вокруг. Вот таким образом мы получаем любые эффекты. Если вы будете включать HDRi-карты. Вот давайте сейчас опять я все обнулю. У меня здесь есть HDRi-карты. Так, сейчас выключу все. И включу карточку, допустим, закат. Сама по себе уже она работает неплохо. Здесь даже с контрастом перебор. Поэтому контраст я верну. Здесь мы также можем включать фейковое солнце и помогать нашей сцене освещаться. Как видите, совсем другой эффект. Ну, естественно, сейчас этот эффект навязчивый. Мы его уменьшаем. Вот что можно сделать на базовом уровне из простейшей схемы освещения. Абсолютно любую погоду. Да, здесь, кстати, ночь без луны. Здесь можно сделать луну. Луна делается из острого источника света. Что ж, мы бегло рассмотрели несколько приемов работы по освещению сцены. Думаю, идея проста и ясна. Ну, а если вам не хватает базовых знаний, чтобы применить данную схему настройки света, или напротив, если вы хотите получить больше фишек и приемов работы, с освещением в частности, приходите на наш интенсив. Как я уже говорил в начале нашего урока, интенсив называется экстерьерная визуализация. 3ds Max и Corona Render. Интересно, я уверен, будет всем, так как каждый модуль интенсива разбит на два раздела. Neo и Pro. То есть для новичков и для продвинутых, соответственно. Новички узнают всю нужную базу и простые схемы освещения, тем не менее, которые используются в коммерческой профессиональной визуализации. А с опытными мы разберем более продвинутые техники работы с Light Mix и работу с HDRi-картами. Помимо освещения будут разбираться все необходимые элементы экстерьерной визуализации. И моделинг, и импорт BIM геометрии, и создание рельефа, и рассадка окружения с помощью скаттеров. В общем, интенсив получился мощный и действительно крутой. Приходите все, кому интересна экстерьерная визуализация. Мест на интенсиве всего 200, поэтому переходите сейчас по ссылке под видео и записывайтесь. Буду ждать вас на интенсиве. Субтитры создавал DimaTorzok